прикольная у вас рубашка да классно национально конечно хотите себе такую а вы кто по национальности русский а где ваша национальная одежда национальная одежда у меня вот у меня футболка зачем я национально понял что теперь если если этот какой-то конфликт над национальную одежду одевать и пишет флаги и вот эти книжки ставить книжки не книжки это для помощи это для помощи зсу для наших военных которые выгоняют с наших земель оккупантов а вот эта вся национальная одежда флаги так дальше это у нас бытовало столетиями мы всегда помним свои традиции чем их и продолжаем помнить своих предков их не их не их не культуру в отличие от вас я русский язык не учил мне плевать вот стрима стоим не нету стрима нет я не стою я только записываю понятно понятно ладно пока давай есть тенек с диамантом ты зависели мне или просто реакция а часы со стрелками шо шо часы со стрелками шо шо по китайски часы его часы не со стрелками ну вот видишь как тебе не повезло да не стрелки это прошел век просыпайтесь уже 21 век уже модернизация уже не надо стрелок да быть такого не может электроника понимаете модернизация кибернетик кибернетик может и кибернетика по вашему слушайте по нашему по нашему я сказал что по нашему слушайте вопрос а вы откуда я отсюда это верблюдо а я с киева не повезло тебе слушайте а можете мне расторговать понятие россиянина россия и так дальше какая этимология этих слов ну россия россиянин россияне не ну типа не 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 корень какой какой корень слова россия ты не учился в школе не учился у меня три класса я хочу чтобы меня научили дядя пожалуйста научите меня полностью не это бесполезно это тоже бесполезно ну пожалуйста я вот меня никто не смог научить хоть вы научите нет бесполезно если никто не смог я уж тем более не могу умолять или что умоляю дядя научите расскажите что значит слово россия Если тебе уже никто не научил это. Правильно. Лучше, лучше, лучше так. Ну, да, если вы не знаете, то вы не можете научить. Ты мне скажи, а что такое слово «окрая»? Что такое слово что? «Окрая». «Окрая»? «Окраина». «Окраина» – это слово, которое существует только в российском языке. Ну, так называемом русском, но лучше называть его российским. И оно обозначает, значит, предел чего-то. «Российского языка нет». Не, российский язык Ломоносов так не думал. Ломоносову была грамматика российской. Ломоносов как раз-таки думал об этом и писал, что… Так как его грамматика называлась? «Русский язык». Русский? Не, российская грамматика так и называлась. Это первая ваша грамматика в XVIII веке. Русская грамматика. Российской не было и нет. Не, русская – это перевод русско. А русско – это относится к староукраинскому и старо-белорусскому. Я понимаю, что ты в школе не учился. Тебе это тяжеловато понять, конечно. Ну да. Поэтому в этом плане очень тяжеловато. Очень тяжеловато, я понимаю. Поэтому я тебе и спрашиваю, что такое Краин? Да, я с таким образованным человеком еще не говорю. Мне реально сложно. Слушайте, а этот… Тебе очень повезло, на самом деле. Слушайте, да. Да, поздновато, ничего. Смотрите, а что такое армия Краева? Это связанные вещи? Армия Краева или Краева с Украиной? Или нет? Вроде звучит похоже. Не может это вот. Что не может? Что звучит одинаково. Ну смотрите, Краева-Краева армия такая есть. Знаете, такая была во Вторую мировую войну. Вы говорите о Краина. Мне вроде она так чуть похоже. Или нет? Наверное. То есть, получается, по вашей логике, это какая? Пограничная армия или какая? Или предельная армия? Как дословно перевести? Не, подождите, вы спросили за Украину. Я же вам… Я вот слышал Краеву. Думаю, может, вы знаете, может, объясните. Я же спросил за Украину. Не, ну вы тоже образованный человек. Я не образованный. Вы образованный. Объясните мне. Вот я слышал армия Краева, да? Во Вторую мировую войну была. Вы говорите, Украина, это вроде такое, ну, сходное вроде. Что-то там созвучие есть. Объясните, это предельная армия или пограничная? Я не знаю, при чем тут Краева? Я тебя спросил за Украину. Понял. Это разные вещи, по-вашему. Ты слышишь, о чем я тебе говорю? Так я спрашиваю, это одно и то же или это разное? Я тебе задаю вопрос. Ты понял, о чем я тебя спрашиваю? Ну, я же вам сказал, что такое Украина. А теперь я спрашиваю Краева, Амия. Это не одно и то же с Украиной. Не вообще с Фиолетово, по поводу Краева. То есть теперь... Я спросил по поводу Украины. Тебе так я ответил за Украину. Тебе что-то еще интересует? Да. А почему Украины? Это где такое? В Караганде. Не, где я такое могу прочитать? У Украины. Ну, где-нибудь. А, где-нибудь. Понял. Вы, как образованный человек, сразу ссылаетесь на прямые источники. Первые источники. Качественные. Такие китановые аргументы у вас, я бы сказал. Вот прям я не могу с ними никак справиться. Слушайте, у меня вопрос. А почему Армия Краева переводится буквально Отечественная Армия? Это ж вроде Краева, Край это типа Край чего-то, да? А почему получается Армия Отечественная? То есть Край это не предел получается? Я тебе вообще задал какой вопрос? Что-что? Я тебе вопрос какой задал? Я вопрос задал, почему Армия Краева буквально переводится как Отечественная Армия. Я тебе спрашиваю, какой вопрос. Я тебе спрашиваю, какой я тебе задал вопрос. Я понял. Ты очень образованный человек, который никогда не отвечает на чьи-то вопросы. Я тебе задаю еще раз задаю вопрос. Да, понял. Ты только задаешь. Что я тебе задал? Какой вопрос я тебе задал? Какой? Понятно. Сколько в обед тебе букв? Короче, дядя, смотри. Если ты не знал, диалоги ведутся, когда собеседник задает вопрос, потом отвечает на чей-то вопрос. Задает вопрос, отвечает на чей-то вопрос. Задает, отвечает, задает, отвечает. Хрештейн? Хрештейн, да? То есть, если ты просто задаешь вопросы, я тебе на них отвечаю, потом я тебе задаю вопросы, а ты не отвечаешь, не даешь никаких источников, ничего вообще просто от балды говоришь, тогда ты кто? Наверное, пустослов. Так вот, с пустословами смысла общаться нету. Просто, дядя, вот тебе, наконец, запомни, вот, загугли, это тебе домашнее задание. Вот, смотри, у меня есть серебряник Владимира Крестителя. Это 10-11 век. Это монета Руси. Загугли этот серебряник, проверь, в каких музеях он есть. Это Эрмитаж, Московские музеи, все это добро. Ну, посмотри, удивись, а потом попробуй найти хоть один трезуб на московских российских монетах. Ты там, кроме тамги и всяких этих знаков, вот этих арабских, ничего не найдешь. Вот, это тебе домашнее задание, давай, железобетоном. Цветочки. Вы ботаник? Нет, добрый день. Добрый день. Кострома, Россия, вы откуда? Киев, Украина. Замечательно, о чем беседуете? Беседуем. Хотелось бы узнать происхождение слова «Россия» для начала. Ну, залезьте в историю и узнаете, что слово «Русь» по-гречески… Не, не «Русь», а «Россия». Я же вам говорю, слово «Русь» по-гречески «Россия». А какой корень у слова «Россия» тогда? Вы слышали, я вам говорю, слово «Русь» по-гречески «Россия». Вот мы оттуда и пошли в Россию, да. Понял. Мы же все у нас, у нас и православие оттуда. А, этот. Да, да. Ну, я понял. И у вас, и у вас, кстати, тоже. И у нас, и у вас все православные, все славяне. Да, и у нас. Все, Русь. Слушайте, а почему вы не взяли себе просто «Русь»? Почему Россия тогда? Ну, греки называли так. Мы так, потому что нас другие так называли. А. Немецкие называли, немцы называли. То есть все так называли. А, то есть… То есть «Русское царство» называли, да. Ну, вот мы было… Потом стало «Московское царство». Такое было такое. Слушайте. Не было такого государства «Украина». Ну, я понял. Там же не за Украину, слушайте. Ну, мы же… Я же вам говорю. А было вот «Русское царство». То есть получается… «Московское». Ну, я понял вас. Я услышал. Слушайте. То есть получается, что вы взяли название, которым вас называли остальные. А где Русь? А почему не Русь? Ну, так получилось. А что? У нас Русь и Русь. То есть, подождите. Сейчас вас называют… А что вас мучает? Мучает-то вас что? Да, мучает меня то, что сейчас вас называют, например, «Раша», да, на английском. Ну, на английском. То есть, если вы… Вот просто вас называют «Раша», вы себя не называете «Раш» как «Рашенс», да, и «Раша». Почему? Мы называемся «Расим». А потом ваши там эти… Следующее поколение вот так возьмут сходу «Раша», да, название себе? Потому что нас так называют. Или что? Как вы рекомендуете? Возможно, будет так. Возможно, будет и так. Потому что, видишь, идет трансформация языков, идет трансформация общения. У вас же никто не называет «Украин». «Украин». Так правильно. Чем называют вас «Украин», «Украин». Так правильно. То есть, понимаете, получается… Не-не-не, подождите. Не перебивайте, не перебивайте. А потом… Почему перебивайте? Я ж вы сбыслал, я скажу. Да, больше, больше, больше не даете сказать. Я ж не могу вообще слово вставить. Смотрите. Он не может слово вставить. Да, не могу. Вы же перебиваете постоянно. Так, слушайте. Значит, получается, вы взяли название «Россия». И, получается, ну, вас так называли. Получается, корня у вас не существует. Правильно? Я не знаю. О, а чьи вы не знаете? Ну, не знаю. А че? А, наверное, потому что это не ваше слово, поэтому вы его взяли. Да, а почему не… А чье это слово? Ну, я ж вы сами сказали, что вас так называли. Реки, иностранцы. А вы себя так не называли. А чье это слово? Ну, ихнее слово. Их. Ну, вот подослушайте. Вот смотрите. Вот пример такой приведу вам. Так, давайте. Вот не было вообще ничего. Но почему-то кто-то, какие-то иностранцы, называли эту территорию Украина. Знаете, вот как этот ГИД-план, который план составил вот это вот для Польши. ГИД-план? Он прям так и… Да. Ну, ГИОМ Де План, который составил… ГИОМ? Ну, пусть. Да, пусть. Пусть, пусть, да. Пусть, Хайзин ГИД-план. И он прям так и написал. Пустынные земли, именуемые Украиной. Понимаете? Так, а мы за Россию говорим. Не, не, не. Да подождите. Я же вам просто говорю, параллель провожу. То есть были пустынные земли, как Сибирь. Были как вот Украина, а потом вы под эту марочку себя и назвали Украиной Украиной. Подождите, мы за Россию. Я же спросил за Россию, а Украина при чем? Я за Россию спрашиваю. Блять, я вам пример применю. У вас корня не существует, вы себя не называете Россией. Такая Украина корень, ёбать, чё ты как вот начинаешь? Украина слово... Подождите, не перебивайте. А крайно, да? Подождите, не перебивайте. Значит, в Украине корень... Или в Украе. Не перебивайте, я вам говорю. В Украине есть, значит, корень край. Что такое край, вам объяснять? Нет, Украя, Украя. Не, не Украя, я говорю край. Объяснять, что такое? Нет, это есть несколько понятий. Есть край, а есть краина. О, несколько понятий. Хорошо. По каким понятиям относится край? К чему он относится? Так какая разница? Не, никакая разница. Вы сказали несколько понятий. Слушай, ты занудный. Что ты хочешь? А, занудный. Понял. То есть у вас нету корня. Вы взяли чужое название, которым вас называли греки, вас называли иностранцы. Получается, вы себя так не называли, потому что вы были московским государством? Естественно, Московиё, московитами. У вас это в законах написано. А потом переименовались на Россию. Понимаете? А потом мы переименовались. До этого был царь, а потом стал император. Ну и что? Да, но до этого были московским государством. Ну, поменялись. А что в этом плохого? Было русское государство, стало империя. Не, русского не было. Ну как не было? Русское царство было. Подождите. Хорошо, вы утверждаете, что было русское царство. Что значит не было? А что было? А было что? Боже, я вам говорю, московское государство было. А я скажу теперь, где вы видите русское? Царство. Не государство, а Московское царство. Хорошо, хорошо. Смотрите, не перебивайте. Да что вас перебивать? Вы уже десятых тысяч раз перебиваете. Нет, слушай, мужик, мне неинтересен. Понял, понял, неинтересен. Полное собрание законов, значит, Российской империи. Открываем соборное вложение 1649 года, где написано в главе 6, значит, а будет кому учиться ехать из московского государства для торгового промысла или иного, для какого своего дела винует государство, которое государство с московским государством в Москве. И дальше пишется в главе 3, а придет московское государство и так далее, и так далее. То есть, закон за 1649 год гласит, что ваше государство называется московским. А теперь наведите мне пример, где называется русским государством. Ну какая разница для этого? Но жили там русские люди. В смысле? Наведите мне пример русского государства. А найдите мне пример, где было украинское государство. Не было вообще никогда. И вы не можете. Могу. Не было никогда государства украинства. Хорошо. Открываем карту Йогана Янцуниуса 1649 год. И что там? И что там? Не надо мне. Ты скажи, я тебе так подсказал. Хорошо, я скажу. Смотрите, значит, карта называется Typus Generalis Kraina. То есть, генеральная карта Украины. На востоке... Ну, Украина, это как Сибирь. Но государства-то не было. А кто правил этим государством в то время? Кто правил? Богдан Хмельницкий, украинский князь. Богдан Хмельницкий, он был Гетман. А Гетман это чье звание? Гетман? Польское. Гетман? Да, Гетман. А вы видели... Это было польское звание. Подождите, а вы видели эту... Вы перебиваете опять. Вы видели, значит, Вильгема Гондиуса гравюру, где написано Ukrainian Dux. Это означает украинский князь. Что за слово Гетман? Я вам тоже сейчас объясню. Гетман это есть у, значит, этого Посальта вроде. Да, это Посальт. Вильгем Христиан... Не, Эрнест Людвиг Посальт. Значит, пишет в своем труде История короля XII, короля Швеции за 1791 год, страница 223. Украинцы еще могли сами избирать себе князя, называемого Гетманом, но вскоре они стали назначаться Российским двором. То есть, получается, Посальт Людвиг, немецкий историк, утверждает, что украинцы избирают себе князя, который у них именуется Гетманом. То есть, Гетман в понятии украинцев и европейцев равно князь. И это можно увидеть, еще раз вам говорю, на гравюре Вильгема Гондилуса за 1651 год, где подписано четко на латыни «Юкраинян Дукст». Что такое «Юкраинян Дукст»? Это украинский князь, то бишь Гетман. Вот и все. Так что, ты дур... А, понял, понял, хорошо. Давай, 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 гуляй. Слушай, я тебе, пока ты не слился, еще скажу, что «Юкраинян Дукст» это также равнозначно этому, равнозначно уже Дмитрию Первому, великому князю московскому. Вот, ну, гравюра есть на то. Ну, для таких цепсовочников это не особо важно, они сидят просто, чтобы поумничать, я говорю, покажи мне русское государство, русское царство, а оно мне не может показать, потому что у него нету никаких документов, потому что это обычная выдумка. Было московское государство. И даже Иван Грозный, который, значит, в Антонио Пасевине, когда был в Москве, то когда он спросил у великого сударя, что-то там, задал ему вопрос, то Иван Васильевич отвечал ему, что «мы в Москве получили христианскую веру в то же самое время, что и в Италии». Это Иван Грозный говорит. То есть Иван Грозный сам говорит, что «мы в Москве». Ну, это же цепсовочник, бачите, он перебивает, он за Балтии и так далее, он не общается. Вот, если ему какой-то аргумент, то сразу тебе 30 тысяч каких-то дурней, я не знаю, чи кто-то таких дивится, чи нет, но суть в том, что это звичайные маніпуляторы, и таких тут в четверг лет, десь 80%. Тобто найти адекватный какой-то диалог, побудовать, майже неможливо. Ну, все, что остается, это такие собі мини-лекции влаштовывать, чтобы что-то новое подчеркнули для себя саме украинцы, потому что это без смыслится. Вот, а для вас будет что-то цикавенькое, что-то новенькое, так что только для этого. Ну что, понравилось видео? Тогда не забывай подписаться на мой YouTube, Telegram, Instagram, а также за возможность поддерживать меня на Patreon или за реквизитами, что находится в описании под видео. Дякую. Слава Украине!